утро 7 15 выстроилась очередь и как вы думаете куда она выстроилась нет это не продуктовый магазин нет эта очередь которая стоит перед закрытой поликлиникой люди которые стоят в регистратуру только зарегистрироваться к врачу они приходят очень рано регистратуру я не знаю тверо открывают где-то в 7 30 наверное или немножко позже люди выстраиваются с 6 утра чтобы занять очередь и попасть сегодня к врачу представляете вот так если хочешь попасть в тот же день надо вот так вот прийти и свое выстоять слава богу что сейчас еще не морозы и не темно а то бывает и хуже а здесь другая очередь сейчас 7 30 это очередь в секонд-хенд которые открывают в 8 люди стоят уже семей раньше 8 тут уже будет на царом тротуаре стал потворение сегодня завозят новый товар вот люди уже собираются 7 уже вот такой вот кружочек а я иду тоже в поликлинику иду к дерматологу записалась покажу вам слегка поликлинику я в ней не было уже лет 20 наверное минимум может больше смотрю и тут наверное с этого времени почти ничего не изменилось зашла в туалет и включила камеру потому что потому что покажу почему не знаю как воспользоваться этим туалетом двери не закрываются в предбанник вот здесь видите все вырвано они не закрываются совершенно и вот здесь умывальник а здесь унитаз причем в этом помещении света вообще нету он даже нету даже тут лампочки нету никакой вот я включаю телефон чтобы вам показать то есть если зайдешь и закроешь дверь там темнота и что самое интересное эти двери тоже не закрываются ни на какую защелку вот они открыты если например оставишь их открытыми чтобы попадал свет то те первые тоже не закрываются кто-то может зайти я уже вышла от врача была не слишком долго в кабинете сейчас вам выйду и расскажу подробно чем все закончилось и скажу вам что настроение у меня сегодня не очень показываю вам немножко территорию больницы так просто я уже выхожу и покажу вам вот эта поликлиника а там дальше уже территория самой больницы строилась это все в семидесятых годах прошлого века а сейчас вот помню раньше приходила сюда как было все намного лучшее имею ввиду на на улице то что видели мы сегодня это все что осталось тех времен без ремонта конечно же есть тут отделение которое термонтировали внутри они сказочные ну а это вот так вот ну что друзья мои побывала я у дерматолога и какие же результаты результаты такие что меня посмотрела на 5 минут и сказала что нужно записаться на следующий визит я спросила почему на следующий нельзя ли сегодня сделать все нет вы сегодня у вас только сегодня консультация а если хотите там какие-то процедуры то это на следующий раз я говорю в прошлый раз когда я была у другого дерматолога мы все сделали на обычном визите почему же нельзя вот сейчас аппарат стоит все можно сделать а я сегодня делать не буду записывайтесь еще раз и приходите еще раз вот этого я не могу понять потому что если везде у специалистов очереди и вообще ну такая напряженка с записями каждый визит платит фонд деньги и поэтому мне кажется что то что она делает это просто вытягивание ну тупое вытягивание денег и трата моего времени потому что она могла все это сделать за один визит вот первый потому что я знаю что на примере моего визита у другого врача несколько лет назад я не ходила два раза я пришла и все свои проблемы решила на одном визите просто сейчас я не знаю где это дерматолог принимает она уже очень старенькая это должна пенсии принимала раз в неделю вообще только вот и сейчас я ее не могла найти где она принимает и решила записаться сюда при больнице вот так то она очень опытная была и очень хороший врач врач от бога от сердца от всего что ее не спроси даже если на направлении это не написано она все равно ответит она все равно скажет она все равно посоветует вот поэтому врач от бога здесь она вот так я вижу бум 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 приходите на следующий раз и не понимает что у людей то же время что тоже надо записаться прийти второй раз когда вот машинка стоит аппарат и очень-очень так отвечала я уже давно такого не помню это наверное я не знаю надо вернуться лет 30 назад что вот так вот с тобой разговаривали я наверное пойдет волна хейта что я какая-то принцесса и вообще и вообще и вообще и вообще что только критика 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 друзья мои это не критика это жизнь это я делюсь своими впечатлениями то что меня встречает когда меня встречают очень хорошие врачи и когда они с душой подходит пациенту это тоже рассказываю но когда попадаются вот такие я тоже рассказываю говорю как есть нечего и нечего потом писать вот такие обидные комментарии я просто не живу в розовых очках я просто показываю жизнь какая она есть без гламура приехала с рынка и закупилась капустой не знаю как у вас но у нас сейчас в октябре месяц на рынке приезжают на таких машинах и там стоит специальная такая машинка которая режет капусту сечет шинку и вот и можно сразу купить свеженькую такую готовую вот я купила 10 килограмм у нас килограмм стоит злотый 50 вот она такая свеженькая при мне ее нашатковали и сегодня мы начинаем квасить нашу домашнюю капусту потому что любим домашнюю вот столько у меня этой капусты тут вроде бы немного в таком мешке кажется но и и здесь 10 килограмм но и вот купила следующую работу но скажу вам домашняя капуста не сравнится с магазинные потому что туда тоже уже химичат и кладут всякую дребедень поэтому у нас будет только капуста соль и морковка и если найду то еще добавлю тмина а вы обязательно пишите в комментариях покупаете ли вы как квасите свою капусту и какую предпочитаете и вообще ли кушаете потому что есть такие люди которые капусту не едят вообще но это не наша история вот в такой глиняной бочке мы заквашивали нашу капусту вот она наша капусточка очень вкусная получилась и сейчас я ее раскладываю вот по таким огромным банкам и поставлю в холодильник так она хорошо ну как сказать так она хорошо сохраняется вкусная у нас нету такого холодного подвала поэтому выходим из положения таким образом и не квасим много капуста 10 килограмм ну и потом будем по несколько вилков доквашивать так нам выгодней так нам вкуснее и и так нам удобнее просто-напросто а пишите в комментариях квасите ли вы вообще капусту и как вы нас всю зиму или также как мы порциями сегодня в ашане зашла в отдел с алкоголем потому что там была перестановочка всего я зашла просто посмотреть и увидела вот на полке тут раньше были вина теперь поставили пиво и и вот в глаз попала вот такая полочка с пивом и посмотрела это российское пиво я пиво вообще не пью и не специалист и не знаток и не гурман но обратила внимание вот такая сказать своеобразная упаковочка показываю вам цену за это пиво вот здесь один литр 1098 ну 11 злотых за литровую бутылку а здесь у нас украинское пиво оболонь 480 за бутылочку вижу даже два сорта этого пива так что любители этого пива кто за ним скучает ваша следующая находка это жигули барная фирменная 999 за бутылочку впервые вижу такое пиво тут у нас еще одна находочка жигулевская фирменная в баночное пиво уже сколько она 798 за не целый литр и посмотрите какая находка среди вин грузинское вино григорий каждый наверное узнает этот портрет из четырех танкистов и собака посмотрите какой маркетинговый ход я думаю даже как сувенир будут покупать 2220 за бутылку за качество не знаю кто знает напишите обязательно в комментариях какое это вино иду к знакомой покажу вам как открывается брама она на домофон я вбиваю и код она мне нажимает на кнопочку и посмотрите брама автоматически открывается и потом она автоматически сама также закроется и когда я буду выходить здесь нужно нажать на кнопочку и также брама сама откроется и закроется но только для пешехода а для машин там какое-то другое устройство и другая система и вот у них на подоконниках на лестничной клетке я увидела что-то такое против голубей в первый раз вижу это чтобы голуби не гадили но вопрос теперь как такой подоконник потом помыть забежала я в экшен и очень люблю этот магазин и показываю вам какие здесь есть товары вот например перцовый пластырь по таким ценам что в польше не так легко купить и разные гели для для тела когда что-то где-то болит разогревающие вижу большой выбор и также посмотрите здесь разные манжетки такие не знаю как называются эти эти приспособления по-русски например на руку на ногу на колено и цена очень классная смотрим дальше что у нас еще здесь есть это гелевый компресс и вот есть полочка с разными протеинами для людей которые занимаются в спортивном зале тот поймет что это и как это здесь большой выбор посмотрите какие цены может вам будет полезно я купила вот такие контейнеры за смешную цену 3 злот и с чем-то мне они очень понравились и они неплохие и я беру две штуки можно дома их использовать очень разнообразно также посмотрите разные часики сувенирчики часики с браслетиками еще с какими-то аксессуарами очень дешевые вот такие заколочки разные жабки цены просто смешные и это за пару так что тоже можно присмотреться видите какой выбор видите какой выбор и заколочки посмотрите целые наборчики цена 450 это одно евро можно по сути сказать лампочки тоже набор шикарные даже некоторые из них вижу впервые и на и в других магазинах такого широкого выбора не видела разве что в электромагазине специалистическом так что тоже можно здесь отовариться и цены классные если посмотреть на такие вот нетрадиционные лампочки посмотрите набор ракушек какая смешная цена это около одного евро и какой большой набор у кого аквариум наверное нет какого-то декора супер а в автомото отделе новые товары и вот здесь продают пленку которую наклеиваешь на зеркальце но потом не запотевает я думаю что это очень даже полезная вещь если у вас зеркальце не подогреваются в машине и также здесь вижу спрей антифок то есть против такого против такого как сказать тумана да но вы понимаете что тоже не запотевали стекла вот такой спрей и цена тоже очень даже классная и также есть вот такая накладка чтобы не замерзала лобовое стекло 6,49 тоже классная цена но у меня машина в гараже стоит так что мне не нужно и набрела вот на такие стельки которые до 7 часов греют стопу просто в обуви есть разные размеры это такие гелевые стельки видите уже готовые к употреблению есть разные размеры этих стелек я так поняла что вкладываешь в обувь и тебе в ней не холодно и смотрите цена 1 евро супер и набрела также вот на такую печку электропечку маленькую мини можно сказать и хочу вас спросить можно ли эту печку использовать для того чтобы разогревать тарелку с каким-то блюдом чтобы на обед поставить и разогреть если что-то осталось потому что мне такое приспособление очень надо но не знаю должна быть микроволновка или может быть такая что в wig Göranburg